Здравствуйте, дорогие друзья! Прогноз по некоторым странам и политикам на 2019 год. Многие обвиняют астрологов в том, что они любят показывать вещи в розовом свете. Сразу хочу сказать, что это не про меня. Я считаю, что если специалист видит какую-то проблему, он должен ее обозначить. Итак, что ждет нас в 2019 году? В январе месяце я жду военного конфликта между Ираном и его противниками. Три планеты играют в пользу этого конфликта. Это Сатурн, Плутон и Марс. И одна планета стремится сгармонизировать ситуацию. Это планета Юпитер. Это планета проповедников, планета интеллигенции, планета бизнесменов. Юпитер, он будет стремиться гармонизировать конфликт. Кто выиграет, мы увидим в январе. Но, по моему мнению, чаша весов склоняется в сторону тех, кто хочет силовым методом решить конфликт, который сейчас там назревает. По Китаю мы все слышали, что США отложили 25-процентные пошлины. В астрологии это выглядит так, что Сатурн, он уходит из критического давления на Солнце Китая. Но Сатурн, он двигается к другой точке, к Меркурию. Давление США на Китай будет продолжено. Сфера Меркурия – это общение, связи, то есть это телекоммуникационные компании, компании, связанные с производством компьютеров, микросхем, телефонов. То есть все, что связано со связью, с обменом информации, вот эта сфера, она подвергнется большим ограничениям со стороны Запада. Давление на Китай будет продолжено. По России санкции продолжатся, на Россию увеличатся. Россия попытается навязать гонку вооружений по ракетам средней и малой давленности, возможно, ядерному оружию. Будет большое давление, чтобы Россия продолжала поставлять газ через Украину. В других сферах, в каких мы с вами увидим, санкции они продолжатся. Прогнозы российского правительства о росте ВВП на 1,5-2% мне кажутся очень оптимистичны. Этот рост, если он будет, то не с такими большими цифрами. По Америке давление США против их союзников в плане выравнивания торгового дефицита прекратится с февраля месяца или резко уменьшится. И основной вопрос в США будет нарастать, это решение глобальных финансовых вопросов. Это дефицит государственного бюджета, это огромный государственный долг США. Интерес к этим вопросам вырастет очень сильно. Я жду рецессии и экономического кризиса в Соединенных Штатах Америки. По политикам Терезы Мэй, если в январе она усидит на своем кресле, то после Сатурн и Марс они уходят из критических точек давления на Солнце Терезы Мэй, и ей станет гораздо легче. То же самое по Порошенко. Ситуация будет у него более простая, чем в 2018 году, в плане давления планеты Сатурна. У Путина и у Трампа наоборот. К Путину более строго будут относиться, будут пытаться ограничивать его власть. И сам Путин более строго будет относиться к своим подчиненным, более жестко давить на противников России. У Трампа еще более тяжелое положение. Кроме Сатурна, планеты Плутон давит на ключевую точку в гороскопе Трампа. Планета Плутон – это планета магии, очень мощных политических сил. Со второй половины 2019 года у Трампа начинается самый тяжелый период в его жизни. Вот так вот вкратце. По знакам я буду применять новую методику, которая позволит увеличить точность прогнозов для каждого знака в три раза. Как это будет сделано, вы сами увидите. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok